Итак, есть ли те, кто чувствует проблемы с восстановлением после тренировок? Давайте пока я расскажу, какие у меня бывали ситуации. В начале моего пути, а путь мы начался с пауэрлифтинга, я, как и многие новички, пытался достичь сразу и всего. И проблемы были, в принципе, разного характера. То, что что-то сильно болело, и то, что не удавалось делать, то, что делал на предыдущей тренировке. Все это было связано, как правило, с переутомлением. Но проблема в том, что переутомление – это только поверхность айсберга. И она может привести к большому-большому айсбергу, скажем так, к появлению, к ползанию на поверхность его корня, если оно будет длительным. Евгений пишет, что часто болит поясница. О пояснице как раз мы сегодня много поговорим. Несмотря на то, что мы будем говорить о мышцах живота, они напрямую связаны с поясницей. Еще Андрей пишет, что в натурах на пахоте всегда тяжело восстанавливаться. Но ситуация в том, что в натурах и в не натурах нужно немножко по-разному нагружаться. Об этом мы об этом разговаривали в нашей онлайн-школе о периодизации нагрузок. Поэтому если восстановление слишком тяжелое и в натурах, этим слишком большими нагрузками можно посадиться в гормональный фон. Поэтому Андрей советует пересмотреть нагрузки. И самый простой совет здесь 20 на 80. 20% работы тяжелая, а 8% работы на технике. И переходим к нашей теме. Кто считает, что пресс тренировать необязательно? Напишите. Дело в том, что когда я начинал тренироваться и смотрел на других, кто тренирует пресс, кто тренировал. Я тренировал пресс. И несколько таких спортсменов большого уровня. Я занимался в пресс-борной Москвы. Говорили, а зачем ты тренируешь свой живот? Тебе что, кубики нужны? Ты мешаешь этим устанавливаться. Основным мышцам, которые тебе нужны в жиме, в приседе и в тяге. И вижу, что все считают, что надо тренировать пресс. И это хороший совет. Значит, вы уже осознанные люди. Кто-то, может быть, знает для чего, но не знает об этом и поговорим. Вот. И это приятно слышать. Кто считает, что не нужно, я надеюсь, после сегодняшнего вебинара, у вас мнение поменяется. Итак, меня зовут Танислав Топорин. Начал свой путь в пауэрлифтинге сразу с первого курса. Даже не в пауэрлифтинге, а в принципе в спорте. Да, но спорте начали немножко раньше, чем в институте. Сначала занимался плаванием, потом вольной борьбой, а уже с первого курса института мои тренировки стали регулярными по нынешнее время, без прерыва, если то какая-то сильно заболела, еще что-то, что бывает крайне редко. Итак, в 2000 году я пришел на институт, было мне 17 лет, рост 1,89 м, вес 65 кг. Захотелось стать большим и сильным, и увидел я у нас, что есть секция пауэрлифтинга. Записался к острову Сергею Митрофановичу, не очень хотел меня там видеть. С таким ростом и весом гнал меня играть в баскетбол, но я был упертый и хотел поднимать штангу. Таким образом, в конце института в 2006 году, году я был уже выступающим спортсменом, выступил в последние мои такие соревнования, которые мне стремился в институте. Это Москва взрослая, выступил в 2006 году. На последнем курсе института с весом 102 или 103 килограмма в категории до 110 выполнил норматив мастера спорта в IPF. Дальше было много работы, были другие выступления, небольшие выступления были, такие показательные по силовому экстриму, где моим результатом было третье место. И вместе с Шатовкиным, чем я горжусь, мы наравне прокатали огромное колесо, с одной скоростью шли. Был опыт у меня в армлифтинге, непонятном для меня виде спорта. Один раз там я выступил, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Ну и не могу сказать, что я этим горжусь, потому что я считаю, этот вид спорта больше от длины пальцев зависит. У кого пальцы длиннее, тот больше и поднял. Из профессиональной деятельности сейчас являюсь управляющим клуба. Тренировать я начал с 2003 года, тренирую по всей день. Много обучался, более 20 семинаров прошел. И, значит, самое интересное, чем больше я учусь, учусь я по нынешнее время, тем больше вопросов возникает. Поэтому есть огромный багаж знаний, но его еще наполняет и наполняет. Чего я вам советую. Нельзя останавливаться никогда в своем обучении. И переходим к нашей теме. У меня официальный релиз как способ восстановления фару. Листинги, профилактика, нарушение осанки, привлечения травм. Для начала обратимся к понятию об осанке. Что же такое осанка? Как видите на слайде, осанка – это статодинамическое положение таза, позвоночника и головы, принимаемое человеком подседневной профессиональной деятельности или отдыхе под влиянием внешних и внутренних воздействий или при их отсутствии. Давайте разберем, как нарушается осанка, какие есть фазы нарушения осанки. Первая фаза нарушения осанки – это фаза функционально недостаточной нервно-мышечного аппарата. То есть изменения, которые не затрагивают структуру или, как говорят врачи, морфологию мышечной или нервной ткани. Например, вы сделали несколько перегрузочных тренировок становой тяги, перегрузили вашу поясницу, она спазмировалась, и как ответ выключилась прямая мышца живота. И если тут ничего не сделать, наступит вторая фаза нарушения осанки. Это фаза фиксации, деформации и морфологических изменений в мышцах. То есть мышцы укорачиваются, стейтная ткань становится менее эластичной. И здесь уже обычный стрейчинг, который растягивает только мышцы. При проблемах со второй стадией создает уже и фаз, и обычный зрение здесь уже не поможет. Но тут на помощь нам придет миофасциальный релиз, о котором мы сегодня и говорим. А вот третья фаза – это фаза морфологических костно-суставных изменений. Она уже связана с изменением скелета. Она может либо прогрессировать, либо фиксироваться в зависимости прежде всего от последующих изменений в нервно-мышечном аппарате. Давайте рассмотрим примеры осанок. Вот мы видим идеальную осанку. Обратите внимание, как линия проходит через ухо, таз, колено, стопу. Гиперлордоз, гиперкифоз и гиперлордоз одновременно. Совсем ужасная осанка, так называемая вялая осанка. Плоская спина, круглая спина. Все это нам важно для того, чтобы понять, как все это между собой связывает мышцы, фазы, и что же с этим делать в дальнейшем. Давайте некоторые разберем более подробно. Вот на слайде вы видите гиперлордоз. Какие выводы мы можем сделать? Ослабленные у нас здесь будут мышцы. Это задняя поверхность бедра и мышцы брюшного пресса. Также замечу, что в ногах возможна ротация бедра. Супинация, как правило, и обязательно будет, как правило, переразгибание колена. Укороченными здесь будут сгибатели бедра. Это поздушно-поясничная, прямая мышца бедра, широкий напрягатель бедра. Зачем я про это говорю? Дальше, когда мы перейдем к фазам, будет более понятно. Мы разберем, давайте, еще такой тип осанки. Здесь хорошо проиллюстрировано. Ослабленными являются верхние мышцы спины, ягодичные мышцы. Укороченными будут задние мышцы бедра. Укороченными будут грудные мышцы. И ослабленными также будут передние, верхние бедренные мышцы. Круглая спина представляет собой деформацией обусловленным выпрямлением костичного лордоза и усилением грудного кифоза. Подумайте, видели ли вы кого-то в зале с такими осанками. И дальше мы с вами будем думать, чем это чревато и как это мешает нам достигать результата. Что с этим делать? Достаточно редкое нарушение осанки – это плоская спина. Здесь таз наклонен назад, ослабленные сгибатели бедра, разгибатели позвоночника в поясничном отделе, возможно, ратотры ног. Грудная клетка уходит назад, а значит, слабые мышцы живота. Грудные мышцы тоже и разгибатели шейного отдела. Укороченный бицепс бедра, разгибатели позвоночника в грудном отделе. Вот некоторые пишут, что я такое видел для себя. Тогда слушайте еще внимательнее. Итак, мы только что увидели, что есть проблемы с мышцами, озвучили, что какие-то мышцы укорочены, могут находиться в гипертонусе, какие-то ослаблены. Но сразу забегу вперед, что укорочена не значит, что она гипертонусная, она тоже может быть ослаблена. И удлиненная мышца тоже может иметь триггерные точки о том, что это такое. Поговорим дальше. Фасция – это соединительная ткань, состоящая из коллаген-голластины. Коллаген придает прочность, а эластин – растяжимость. И сочетание этих свойств дает пластичность. Фасция позволяет перестраиваться, изменять свои свойства в ответ на специфическую активность или травму. То есть, когда мы с вами тренируемся, фасция адаптируется под это. И вот это была крупная картинка, как фасции выглядели в увеличенном размере. Здесь так схематично представлено, что фасция составляет такие футляры для мышц и органов, которые выполняют опорную и замечательную роль для мышц и органов. Места прикрепления сухожилий мышц являются местами взаимопротехновения волокон средней ткани, то есть фасций, близлежащих мышц. Таким образом образуется миофасциальное единство и миофасциальная сеть. Уже, наверное, что-то становится понятно, надеюсь. Миофасция – неразрывно связанная структура, состоящая из мышечной ткани, сопровождается ее и паутины, соединенные ткани. Миофасциальное единство – связь между двумя прилегающими структурами. Например, передняя зубчатая армболитна, малая грудная, длинная головка бисепса, приводящие внешние коса. Я подвожу потихонечку к тому, что все в организме очень связано. Миофасциальная цепь – это взаимосвязанные уже цепочки миофасциальных единств. Например, вот на картинке мы видим широчайший переход в большую ягодичную, с другой стороны – широкая фасция бедра к латеральной головке квадрицепса. Нарушение внутри одной анатомической цепи компенсируется изменением тонуса в другой цепи. Например, если нарушен тонус мышц задней поверхности тела, то для сохранения вертикального положения нужно, чтобы и мышцы передней поверхности тела тоже ослабли. Компенсация функциональных цепях выглядит иначе. Нарушение работы одной мышцы приводит к дисфункции всех мышц этой группы и затрагивает соединение цепи. Таким образом, мы с вами только что выяснили, что человеческое тело – это такая единая система. Нарушение одного звена приводит к изменению во всем организме. На слайдах я привел так называемые тенцегрити. Простите. Потянул за одну ниточку, спичечку, и изменилась вся структура. И вот теперь мы понимаем, что все это связано с фасцами и подойдем к главному вопросу – зачем нужен миофасциальный релиз. Итак, в идеальном организме фасция всегда остается мягкими и эластичными и сохраняет свою подвижность. Но на деле с возрастом, под влиянием травм, нагрузок, фасциальная ткань начинает терять свою эластичность, становится тугой и ограничена в подвижности. При перенапряжении в фасциях ухудшается кровоток. Вернее, не в самих фасциях. Они начинают давить и ухудшается кровоток сосудов, которые проходят через фасции. Напряжение одной фасции отражается на тонусе других. Вот цепочка, как мы вы сами уже увидели. Поэтому фасцию нужно массировать, чтобы разбивать эти напряжения, воспреждать его, уменьшать жесткость тела и не давать фасциям склеиваться, слипаться. Они действительно физически слипаются. И если процесс запустить, можно вовсе заработать с пайки фасций, с чем уже очень тяжело и больно, самое главное, бороться. Для этого и нужен миофасциальный релиз. Гибкие подвижные фасции – залог хорошей осанки, быстрого восстановления после нагрузок, ну и медленного износ организма. Для спортсменов миофасциальный релиз может стать залогом более быстрого восстановления после интенсивных тренировок и профилактики травм, вызванных чрезмерными нагрузками. Сам у себя в зале наблюдая спортсменов высокого уровня и как они разными аппликациями, например, там, не знаю, вот такого типа, как самый простой, да, мячик, дисбольный, можно купить в магазине, можно работать там и с руками партнера, своими руками, с фасцами. Поговорим о правилах и о том, для чего и как. Итак, какие есть варианты практического применения миофасциального релиза для вас? В разминке с целью возможного повышения, с целью возможного повышения амплитуды движения в суставах для того, чтобы в дальнейшей тренировке снизить риск получения травм при высокомплитудных действиях. Дальше, в заключительной части занятия с целью возможного ускорения процесса восстановления мышц после нагрузки и вероятного уменьшения мышечных посттренировочных болей. Ну и как самостоятельное тренировочное средство с целью возможного революционного воздействия на болезненные участки мышц для снижения мышечного тонуса, а также с целью развития гибкости наиболее нуждающих в этом частях тела. Вот кто писал, что у меня там большая проблема с осанкой, я рекомендую на некоторое время максимально снизить рабочие веса именно в базовых, порой лифтерских движениях, настолько, чтобы там была только техника, никакого не было пренапряжения. А пока основную часть своего тренировочного процесса посвятить коррекции осанки, оценить по примеру этих картинок там, да, мы еще, конечно, разобрали, все мы будем разбирать в фонлайшку, но все же вы можете самостоятельно на примере тех понять, где какие отклонения, в каких мышечных цепях и какие мышцы у вас спазмированы, с ними работают с помощью мягкостального релиза, работают над их амплитудой, какие мышцы выключены и придумывают для них там локальные упражнения для включения. Это как же такая самая первая стадия, идет включение мышц неработающих и работа с спазмировыми мышцами, а дальше идет стадия переобучения. Но это не тема сегодняшнего вебинара, поэтому двигаемся дальше. Итак, как же можно воздействовать на фасцию? Воздействие на фасцию можно проводить руками, можно мячиками и специальными аппликаторами. Например, тетрактом, это вот на картинке такая оранжевая штучка, видите, только с тремя торчащими наконечниками, можно воздействовать роллером, который я вам показывал, вот они различные есть на картинках, мячами разного размера, сдвоенными мячами. Есть ли у меофасциального релиза противопоказания? Давайте посмотрим. Итак, абсолютными противопоказаниями будут считаться повышенная температура, но это понятно, если у вас инфекция, вы болеете, или неважно простуда, любая активность ведет к повышенному кровообращению и разносу бактерий по вашему организму. Нарушение кожного покрова, если вы подрались, вас там порезали в драке, то, конечно же, воздействует на фасцию через рану, не будет не самое приятное и полезное занятие. Ну и кожные заболевания, обострение экземов, цыриаз, лишаясь, лучше сначала снять эти проблемы. Относительные, то есть там индивидуальный подход надо смотреть, в какой мере, в какой степени. Беременность, простуда, сердечно-сосудистые заболевания, варикоз, не являются стопроцентным противопоказанием, но надо быть аккуратнее. Ну и остопороз, понятно, если все совсем плохо, чтобы себя не сломать. Основные принципы использования миофасциального релиза. Вот здесь уже очень важно и внимательно слушайте, кому интересно записывайте. Главным эффектом методики миофасциального релиза должно быть снижение болезни с целевого участка, а это происходит в результате расслабления сверхнапряженной мышцы. И чтобы миофасциальный релиз сработал, отдельную мышцу следует прокатывать не менее 30 секунд. А если мышца достаточно сильно напряжена, то может потребоваться и больше времени, до 1-2 минуты. При этом можно остановить прокатку на болевой точке и удерживать около 30-45 секунд. Однако, если возникает резкая боль, которая отличается от такого обычного болевого ощущения, триггерной точки, то давление на этот участок надо прекратить. Вероятно, за давление оказался нерв или сосуд, или вы подобрали, может быть, аппликатор или степень давления неподходящая. Так как, помните, слишком сильное давление, которое вы можете оценить по ощущению болевому, приведет только к ухудшению. Так как будет еще больше спазм. Давление, создаваемое роллом или другим аппликатором, это может быть, там и ваш палец, при взаимодействии с телом, должно вызывать реакцию разрушения третийных точек и расслаблять прокатанные мышцы, способствовать повышению их стяжимости. Для достижения такого эффекта следует катать ролл медленно, преднамеренно сдавая давление на полезные участки, опять же, умеренное давление на полезные участки, пока они не станут менее чувствительными. Когда ощущения станут комфортными, нужно будет повысить давление на прокатанные участки и лучше всего начинать с участков ближних туловища, а затем постепенно переходить к более удаленным участкам от туловища в соответствии с изменениями внутримышечного напряжения. Двигаемся дальше. Во время прокаток необходимо дышать глубоко и медленно, что поможет, в принципе, вам расслабиться. Быстрое и частное дыхание препятствует снижению напряжения. Попробуйте даже сейчас вот подышать быстро, и как вам будет комфортно. Или медленно вдохнуть и выдохнуть, и почувствовать свои ощущения. Уже половина энергетических точек у вас от медленного вдоха-выдоха разрушилась. Для усиления эффекта от миофасциального релиза включается одновременное растяжение мышцы при работе с аппликатором или еще чем-либо. Таким образом, более эффективно убираются спайки. Но как на примере, могу показать самостоятельную работу с грудинно-ключично-сосцевидной мышцей. Например, если вы долго сидите за компьютером, в таком положении, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, если она проходит, она будет у вас укорачиваться. Ну не только она, еще короткие разгибатели, затылочные мышцы. Что можно сделать? Вот мы эту мышцу сократили, на кучу-сосцевидную ямочку я надавил. Получается, я тем самым зажал слой фасции части, и вот я начинаю на выдохе медленно тянуть, тем самым фасции потихонечку начинают, если есть спайки, разрываться. И вот таким образом, регулируя давление, я уже могу это сделать. Попробуйте сейчас, сделайте несколько таких движений в одну сторону, общите свои ощущения. Только прошу вас, не делайте себе очень больно. Мы не мазохисты, а я не садист. Вот голову повернули, ямочку сюда пальцами зажали, на выдохе плавно, до комфортного ощущения боли, медленно, дыша. Растягиваем. Раз, растягиваем. Также вы можете пройтись по верхнему краю трапеции. Особое ощущение будете чувствовать при приближении к шее. Пройтись вверх. Пройтись вниз. Итак, кто-нибудь пробует? Я один сам себе делаю меня в социальный релиз пока. Я жду ваши комментарии, ваши ощущения, чувствуете ли вырослабление в этих мышцах, которые мы только что прошлись. Ни фига себе, полегче сразу стало. Да, попробовал на трапеции, она очень, ну как приятно, да? Кровь приливает приятно. Видите как? Очень простые приемы, а вы можете даже сами себе помочь. Если кто работает в офисе, периодически там расслабить эти мышцы, вы себе можете. Затылочные мышцы тоже не проблема. Если я вот их сократил, нажал, потихонечку голову наклоняю, пальцем что-то делаю движение вниз. Трапеция особенно заметна, пишет пищение. Ну опять же, у кого-то такие мышцы больше. Спазмировано, тем больше и чувствуется. А если постреливать, что это значит? Ну это значит, или очень сильно давите, или очень сильный спазм. Надо ограничить давление, начать очень потихоньку. Метод постепенности самое главное. Особенно в реабилитации. Итак, немножко кайфанули. Давайте двигаться дальше. Про это я уже только что рассказал. Итак, сила воздействия, о чем я говорил. Давайте об этом более подробно остановимся. По шкале от 1 до 5, где 1 – это чувство прикосновения, опять острая боль, должно быть 3-4 балла. 3 – появление болевых ощущений, 4 – комфортная боль. Давайте посмотрим дальше примеры релиза. Несколько картинок разберем. Здесь мужчина прокатывает квадратную мышцу поясницы, здесь девушка, прокатывает среднюю ягодичную. Здесь, например, мы видим работу с широким напрягателем, с грудной мышцей и с разгибателями грудного отдела. И поговорим об ошибках, без которых нельзя. 5 ошибок, которые допускают занимающиеся. Это интересно? Или хрен с ними, мы уже все поняли? И ладно, давайте про пресс поговорим. Так, плюс. Ну хорошо. Первая ошибка. Сразу приступают к раскатке той мышцы, в которой находится триггерная точка. Что это значит? Это в корне неверно, так как резкое давление непосредственно чувствительное участие только сделает хуже. К тому же, может спровоцировать воспаление и замедлить восстановление пружинных мышц. Сначала прокатывает область вокруг точки боли, а затем постепенно наращивает размах движений. Либо, если вы нашли триггерную точку, с ней начинаете работать очень мягко и нежно. Постепенно и поэтапно повышая давление. Вторая ошибка. Это когда берут слишком быстрый темп. Как уже отмечалось, все упражнения выполняются медленно и плавно. Во-первых, чтобы не растянуть связки. Во-вторых, чтобы они адаптировались к нагрузке. Чем медленнее выполнение, тем лучше рассасываются спайки. Быстрая практика допустима в качестве короткого разогрева перед тренировкой. Третья ошибка. Долго задерживаться на самой четвертой точке. Действительно, слишком долгое воздействие может привести к еще большему спазму. Поэтому сильная боль показатель неправильного использования упражнений. Как мы говорили, по пятибольной системе три-три с половиной, максимум четыре. Следующая частая ошибка, это когда спортсмены не держат осану. Позвоночник должен оставаться ровным, а грудная клетка слегка выдаваться вперед. Согнутая сгорбанная спина и поверхностное дыхание сведут на нет весь эффект методики. И пятая ошибка. Слишком давит на позвоночник, это приправа по прокатке спины и поясничную область, что приводит к обратному результату. Вместо расслабления мышцы сокращаются, чтобы не дать повредить позвоночник. Прокатывая эту часть тела, лучше использовать опору, хотя бы руки. Но лучше всего разминать те мышцы, которые отходят от позвоночника. Ягодичные, грушевидные, сгибатели бедра. К мышцам пресса мы перейдем дальше. Давайте немножко закруглим тему. Меофициальный релиз это один из необходимых инструментов для исправления осанки. Почему я и начал наш рассказ с осанки. Конечно, его одного недостаточно для проведения коррекции. При этом для профилактики травм, восстановления после нагрузок, снятия перенапряжения это абсолютно неизменимый инструмент. Поэтому тренируйтесь осознанно, будьте здоровы и достигайте поставленных целей. А те, кто видели у себя серьезные нарушения осанки, для того, чтобы достичь результатов в пауэрлифтинге серьезных и в любом другом спорте, необходимо сначала провести максимально возможную коррекцию осанки. Не всегда бывает возможно 100% выправить, так как если нарушение с детства, там пошли уже и костные изменения. Но нужно так, чтобы у нас была 100% компенсация и 100% работа, это максимально, по возможности, идеальная работа, конкурентная работа всех суставов. Тогда вы сможете выстроить оптимальные углы, а самое главное включить все мышцы работы. так как нарушение, как мы выше уже разобрали, приводит к выключению тех или иных мышц, что по миофасциальным цепям передается в итоге на весь организм. И вы в итоге получаете весь слабый. Конечно, можете поднять, тренировать, но 100% это вы не покажете. Итак, мы уже говорили на начале про мышцы пресса. Я задавал вопрос, стоит ли их тренировать. Все сказали, стоит, но тогда давайте же посмотрим более подробно, а зачем их стоит тренировать. Интересно? Будем рассматривать? Или уже, ну, пойдем мне официальный ревиз практиковать на себе? Будем рассматривать? Вот, отлично. Вот, если хотя бы один человек пишет, будем, значит, я готов для него рассказывать, но я смотрю, пишет, много будем, значит, интересно, поговорим. Итак, нужно ли делать упражнения на мышцы живота, особенно в пауэрлифчеру? Как я уже говорил, некоторые считают, что тренировка мышц живота нужна только бодибилдером для получения от таких объемных рельефных кубиков, а пауэрлифчеру нет смысла тазить время и ресурс восстановления на это. Другие утверждают, что упражнения на мышцы живота помогают величить результат по их субъективным оценкам. Давайте разберемся, что это за мышцы такие живота, зачем они нужны. и вот картинка, которую мы видим, основные мышцы живота, это там наружная косая мышца, прямая мышца живота, которая сухожилиями поперечно просечена, как раздает кубики, внутренние косая мышца живота, и мало, скажем так, кому, может быть, не мало кому, может быть, поперечные мышцы живота, вот такой вопрос. Все ли знают, зачем она и где она? Это на самом деле такая самая глубокая мышца живота, и она самая сильная. И она отвечает за внутребрюшное давление, помогает нам снять частично даже нагрузку позвоночника. Давайте быстренько пробежимся по всем мышцам, которые мы перечислили. Итак, прямая мышца живота заключена в сухожильное влагалище, начало берет снизу от лобковых костей, крепится к ребрам мячевидным отростам грудинок, но будем остановиться на функциях. Опускает грудную клетку, сгибает позвоночник и при фиксированной грудной клетке поднимает таз. чтобы долго не задерживаться, поговорим о функциях. Наружная косая мышца живота. На картинке вы видите ее место крепления. Она поверхностная мышца, начинается на боковой поверхности грудной клетки от восьми нижних ребер и зубцами, причем волокна идут сверху вниз медиально. И ее основные функции это сгибание позвоночника в поясничном отделе, когда они обе сразу включаются, латеральное сгибание в правый поворот влево, правая боковая мышца, латеральное сгибание в левый поворот вправо, левая боковая мышца и контролирует поднимание таза сзади вместе с прямой мышцы живота. Внутренняя косая мышца живота. Итак, ее функция сгибает позвоночник, опускает ребра, участвует в выдохе, при одностороннем сокращении поворачивает в лучшую сторону, это понятно, и при фиксированной грудной клетке поднимает таз. Внутренняя косая мышца живота поворачивает грудную клетку в противоположную сторону, тоже самым другими словами, это мы уже разобрали, запоминаем, да, функции, это к тому, зачем, что нужно тренировать. Поперечная мышца живота, очень важная мышца живота, ее функция уменьшает размеры вручной полости, да, и тянет ребра вперед, но кроме этого, поперечная мышца живота поворачивает грудную клетку в ту же сторону относительно таза. При двустороннем сокращении ее корнеальная часть сокращает нижнюю апертуру грудной клетки и усиливает выдох. Однако данная мышца играет особенно важную роль в повышении водопрюшного давления при напряжении брюшной стенки, например, в периодах мочи спускания и дефекации и при выкачивании брюшной стенки. Лучшим видом сокращения этой мышцы является ее изометрическое сокращение, обеспечивая втягивание живота, создавая водопрюшное давление, частично снижает осевую нагрузку на позвоночник при сиди и тяги. Запомнили, что она работает, тренируется хорошо в статике и очень нужна при осевой нагрузке. Итак, мы с вами перечислили мышцы соответственно порядка их расположения от поверхности до самого глубокого слоя. В скручивающих движениях туловищем наружные и внутренние косые мышцы живота действуют совместно. То есть, когда левый локоть движется в направлении правого колена, левая наружная косая мышца и правая внутренняя косая мышца живота действуют ворот туловища. Итак, абдомиальные мышцы это ключевые стабилизаторы и это, так сказать, ключевые стабилизирующие мышцы, помогающие сохранять положение и сбалансированность всего тела, особенно таза и нижней части спины. Они нам помогают сохранять структурную целостность расположенных в ручной полости за стенками живота и спиноваженных органов, обеспечивающих функционирование пищеварительной дыхательных систем организма. Например, вялость мышц живота может приводить к запору, в то время как поверхностное дыхание приводит к утомлению. Мыть живота это не только статическая красота, но и показатель здоровья, поскольку мышцы пресса позволяют создать красивую осанку и здоровую позвоночнику, об осанке мы с вами уже выше поговорили. Любое сложное движение начинает сокращение абдомиальных мышц скоро, только после того, как они включились в работу, усилие передается через руки и ноги, штанги или готелям. Пресс, как и поясничные мышцы, относятся к мышцам стабилизаторов, мышцам кора. И основные причины, по которым стоит работать над мышцами пресса. Подробно разберем это. первое. А это интересно, нет? Что-то так говорю, говорю, а вы все молчите, молчите, вопросов не задаете. Хорошо. Давайте пробежимся тогда. Защитная функция позвоночника. Позвоночник поддерживает не только мышцы спины, но и мышцы брюшного пресса. Если мышцы брюшного пресса недостаточно развиты, это увеличит напряжение в дисках позвоночника, что повышает пристужившение поясничного отдела и оттуда появляются грыжи в том числе. Снятие мышечного напряжения. Ночью мышцы поясницы зачастую остаются напряженными и в результате чего позвоночник не восстанавливается. Человек просыпается усталом и у него болит спина. Двигаемся дальше. Улучшение спортивных показателей. Брюшной пресс играет важнейшую роль во всех бытовых действиях а также видов спорта где нужно быстро бегать поворачивать туловище и поднимать штаны. У спортсменов с ослабленным брюшным прессом чаще наблюдаются колики в боку этого бегунов. Крепление брюшной стенки замечательный способ решения этой проблемы. Идем дальше. И как ни странно улучшение состояния желудочного кишечного тракта. Тренировка мышц брюшного пресса улучшает пищеварение предвращает вздутие и запоры. А особенно тяжи, которым приходится очень много кушать и у них перенапряжен с дозволочным кишечным трактом. Как никому необходимо вам тренировать? Упражнения особенности давайте разберем. Некоторые делают пресс на нижний и верхний. Слышали вы про такое деление пресса на нижний и верхний? Пока я жду ответов. Что слышалось? Нет, был вопрос когда лучше тренировать мышцы пресса. Мышцы пресса достаточно быстро восстанавливаются. Их не нужно забивать как бицепс который хочет чтобы он расти. Нам не нужно чтобы они в принципе росли, но сильные мышцы пресса они у вас в статике хорошо нагружаются в банных движениях. Нам надо чтобы они были функциональны. И поэтому тренируем мы их не до отказа, не слишком много трех подходов осознанных достаточно разных упражнений делать три раза в неделю после тренировки. Если с прессом все в порядке, особенно надо уделить внимание после осевых нагрузок приседа и тяги когда у вас сильно поработали разгибатели спины. мы должны равновесить нагрузку, чтобы не было завала таза в ту или другую сторону. Понятно, завал таза вперед, если разгибатели спины слишком сильно поработали. Мы должны поработать также с прессом. Здесь более усиленно, но опять же не доводить его до переутомления. Значит, он работает у вас всегда при всех движениях и выключение его переутомления ни в коем случае нельзя доводить. Если уже у вас пресс выключился по каким тем причинам, например, от переутомления мышц поясницы, может такой быть, выключится пресс, включится позоршно-поясничная в качестве стабилизатора, то тут уже, конечно, надо сначала коррегирующими упражнениями включать его, стараться в работу, растягивать позоршно-поясничную, растягивать поясницу, все делать в начале перед тренировкой, чтобы как можно лучше подготовить себя к базовым движениям. Такой ситуации мы делаем их перед пристовым тягом, но опять же, если вы сейчас этого довели, пристыть тягу у вас пока идут только на технику, контролируем обещать максимальных и даже максимальных весов. И по поводу верхнего и нижнего, я тут слышал, были разные ответы. Это неправильно, нет такого деления, так как прямая мышца живота при любом движении напрягается по всей длине, разница вмечается лишь в степени напряжения. Многие верят в то, что упражнения на конкретную область сжигают там жир. На самом деле жир сжигается одномерно по всему телу, единственное просто генетические особенности, постгромональные особенности влияют, где его больше останется, выходит он плюс-минус одинаково. Как правило, первым делом он находит с лица, а потом уже проблемных участков. Техника выполнения упражнений на мышцы живота. Знаете ли вы о том, что неправильная тренировка пресса может привести к болям в коленях? Дело в том, что в очень многих упражнениях на пресс люди чрезмерно задействуют воздушно-поясничную мышцу, о которой я уже говорил. Вот на слайде я подчеркнул как раз эти мышцы воздушно-поясничные, поздушно-поясничные, чтобы вы видели и обратили внимание, куда стрелочки идут. Это мышца, так же, как и прямая мышца живота, которую мы тренируем, чтобы не добиться, чтобы добиться заветных кубиков, является сгибателем туловища. Посмотрите по креплениям от позвоночника к бедру. Так же будет сгибать туловище, но также надеется бедро, но имеет другие анатомические крепления. Что важно, крепится она к бедру. Я уже сказал малому вертолу бедренной кости, и когда мы фиксируем ноги, как помните в школе там за ноги держат, кто больше сделает, при поднимании корпуса с положения лежа, или поднимаемся в чрезмерной амплитуде, работает именно эта мышца, а прямая мышца живота тут будет ну как стабилизатор этого движения. Почему же не фиксируя ноги поднять корпус тяжелее, чем при фиксации? Прямая мышца живота склонна к расслаблению, например, вследствие длительного пребывания в положении сидя или опять же при напряжении спины. Она становится слабой, ее поможет со сгибанием туловища, то воздушно-поясничная принимает на себя ее функцию. Но ей, чтобы сократить нужный упор, так как она крепится к бедру, поэтому ноги, так как хочется зафиксировать, или чтобы кто-то подержал. Беда в том, что это малоэффективное упражнение может стать опасным. воздушно-поясничная мышца проходит под паховой связкой, там же проходит сосудистый нервный пучок, в числе которого бедренный нерв, который наиверит четырехглавую мышцу бедра. И именно поэтому у нас и получается боль в коленях, получающая толщу ее дистального сухожения находится в отколене, а функция ее разгибания колена. Когда чрезмерно развитая или укороченная подвошно-поясничная мышца прижимает бедренный нерв, который мы вышли только что сказали, как паховая связка, череглавая мышца бедра теряет свой тонус, колено становится нестабильным, возникает дисбаланс, давление на коленный сустав и боль. Причина компрессии бедренного нерва под паховой связкой так неправильно качая пресс можно спровоцировать проблему тонусно-мышечного баланса. Поэтому тренируйтесь правильно, друзья. Хорошо представляете себе, что вы тренируете. И если у вас уже имеется дисбаланс этих мышц, вы не можете подняться с положения лежа, не зафиксировав или не вытянав ноги вперед. То есть не вот то, что вы легли резко раз, я поднялся. Представьте, легли на пол, вот как на колене, как на картинке, легли на пол, вверху мужчины лежит, и медленно позвонок с позвонком у вас должно подняться до самого конца, сесть на таз. Если этого не получается, значит, у вас есть проблема описанная выше. Тогда нужно уже выполнять у меня прямой эфир выключился. Ну и ладно. Сейчас запустим заново, пока он сохраняется. Тогда нужно выполнять упражнение на переобучении мышц. Давайте я кратко расскажу, как это делается. Переобучение вы садитесь с выпрямленными ногами и пытаетесь медленно лечь, раскатывая на пол позвонок за позвонком. Потом обратно встаете, поднимая себя руками, чтобы не задействовать воздушно-поясничную мышцу. И опять удерживая ноги прямой сети, из положения полного силы, плавника ложитесь. И так делайте несколько раз. Тренируйте мышцы пресса в двух фазах, как показано на картинке, где мы исключаем работу других мышц. из того же положения силы, как я только сказал, с согнутыми ногами, пытаетесь опуститься, только уже согнутыми ногами, как можно сильнее согнутыми ногами. Итак, я остановился на том, что мы сидим, ноги согнуты, корпус в вертикальном положении, пытаемся опуститься до тех пор, опуститься как? Опускаю, заваливая таз назад, сначала втягивая живот, так, чтобы представить себе картинку, как позвонок за позвонком ложится у вас на пол, до тех пор, пока вы можете ноги удерживать, как бы только чувствуешь, что они хотят подняться, уже сил не хватает, обратно в положение сидя возвращаясь. И практикуйте эти два упражнения на тренировку мышц-пресса, и одно первое, которое я писал на переобучение, до тех пор, пока не сможете медленно сесть, из положения лежа, из положения сидя, с ломками ногами, позвонок с позвонком, без рывков. В этом вам поможет для ускорения процесса растяжения воздушно-поясничной мышцы. как, где она крепится, мы уже посмотрели, то есть вам необходимо, например, отвести бедро назад, без поворота таза, чтобы позвоночник вперед не выходил, как бы живот не выпячивался. Таким образом, она вместе с передней мышцей бедра будет тянуться. на картинке изображено только одно упражнение, упражнение вы можете много подобрать, но просто пользуйтесь правилами, которые мы с вами описали. Давайте еще поговорим немножко про мышцы пресса и про бледные упражнения. Вот на картинке представлено упражнение. В этом упражнении тренирующийся лежит на спине и приводит залоги ноги. Партнер кидает ноги его. Важно помнить о том, что в каждом упражнении важно учитывать факторы его эффективности, факторы его безопасности. Что же не так с этим упражнением? И опять же возвращаемся к анатомии. В данном случае упражнение не самое эффективное для проработки мышц брюшного пресса, так как огромную роль подъем ног бедер на себя берет поздно-поясничные мышцы. Ей помогает прямая мышца бедра на партнерные, ну и другие. Эти мышцы имеют непосредственное отношение к сгибанию бедра. Именно они возвращают ноги тренирующиеся вертикальным положением. Мышцы пресса но не только стабилизируют таз, это сбыточная ротация во время этого движения на ногам отношения не имеют просто анатомически. Что касается безопасности, важно помнить, что подвозженные поясничные мышцы начинаются от тела поперечных отростков позвонков поясницы и крепятся к малому вертолу бедренной кости, то есть соединяет весь поясничный отдел с бедром. И в упражнении значительная часть нагрузки приходится именно на нее и соответственно на поясничное дело позвоночника. Это упражнение можно делать как вот с партнером, а часто я вижу упражнение упор на локтях, когда люди так, знаете, по инерции закидывают ноги и бросают вниз. При этом поясничный изгиб у них практически не меняется, а снизу имеется сильный рывок. Даже если в этом движении идет возближение ребер с поддушными костями, что говорит о сокращении мышц пресса, но снизу идет сильный рывок и инерция, то все равно основная нагрузка лежит на выше описанные мышцы, а пресс уже поскольку поскольку будет включаться. И здесь из-за большого рычага, которому прилагают усилия напарники, большого крутящего момента инерционного компонента мышцы чрезмерно нагружаются, связки таза растягиваются и может возникнуть нестабильность поясничного отдела позвоночника и как следствие боль в пояснице, кистово-поздошном сочинении и так далее. Кроме того, у многих занимающихся имеется изначальный разный тон из позвоночных поясничных мышц с одной стороны, то есть одна мышца слабее, с другой сильнее и возникает еще больше дисбаланс. Укороченная мышца начинает тянуть свою ногу сильнее, иротировать поясничный отдел, провоцировать тем самым смещение из позвоночного диска в противоположную сторону. И возникнуть может протрузить или даже грыжа. Поэтому данное упражнение не может являться безопасным. Опять же, повторюсь, это такой третированный вариант упражнения, но тот вариант, который делают очень многие, вы можете видеть в зале, это упор на локтях, такое подбрасывание ног вверх. Поэтому относитесь с умом при выборе упражнений, отдавайте отчет себе о том, что именно вы планируете тренировать и как, в чем эффективность определенного упражнения и учлевая его безопасность. Вот, так что здоровья, друзья, вы тренируетесь без травм. И ответы на вопросы, давайте посмотрим, что у нас накопилось в вопросах. Денис пишет, допустима ли растяжка приводящая к мышц бедра каждый день после каждой тренировки заминки или им же это навредит причину тяге из-за высокой частоты. Ну, смотрите, как растяжка для мышц это в принципе такая же тренировка мышц. Вопрос об интенсивности нагрузки, как сильно и как долго вы тянете. Дело в том, что растяжка это тоже микротравма. Если делать совсем по чуть-чуть, то, наверное, можно хоть и каждый день делать. Вопрос будет ли от этого какой-то эффект. Поэтому лишь в принципе переусердствовать ни в чем не надо. Но каждый день делать точно не нужно. После каждой тренировки мышц ног вы в любом случае уже там сделали микротравмы и потянув мышцу вы только дадите, так сказать, подышать фасцию. И хуже этого не будет. Да, после тренировок мышц ног, целевой группы мышц ее надо тянуть. Можно прокатать и так далее. Поэтому ответ на вопрос допустима растяжка после каждой тренировки заминки. Да, допустима целевая группа мышц. Так, дальше же вопрос. Если становить тяги всему после срыва чуть ниже колен округляется спина в районе поясницы. Чем это можно исправить? Если навык уже наработан, стараешься максимально терпеть, удерживая спину, но не выходит. Спина вовсе не эластична. Это можно исправить, технику можно исправить. В двух словах об этом не расскажешь, но в онлайн-школе мы это все разберем и получится это сделать. Так, я вкратце и скажу, что в любом случае необходимо отойти на какое-то время от весов, протестировать себя, начать с оценки своей осанки, посмотреть, какие отклонения, а уже дальше дополнительными тестами проверить, какие мышцы требуют дополнительной работы. Потому что, понятное дело, одна мышца, как мы уже выяснили с вами выше в нашем миофициальном, когда я говорю, о фасциях, что мышца сама по себе не живет. Надо смотреть в всю цепочку целиком. Через сутки после приседа прошу свою девушку походить, ой, тут мне вопрос пропали, секунду, прошу свою девушку походить по ягодицам и бицепсу, а становится легче. Такой способ возможен? Конечно, возможно, ваша девушка может сказать, вам делает миофициальный релиз. Просто главное контролировать, чтобы все правила, которые мы с вами сейчас на вебинаре прошли, относительно миофициального релиза соблюдались. Относительно болевых ощущений, относительно времени и так далее. При этом, если вы будете делать с помощью аппликатора, того же мячика, раскатывать ягодицы и при этом изменять длину мышцы, то будет еще более эффективно. и да, получается, что это эффективно, и это работает. Спасибо, ценной информации, Денис, спасибо вам за вопросы. Обновляется, обновляется, и у меня пропадает вопросник. Обычное межсезонье, только уже по определенной логике. А, это вы между собой уже вопросами общаетесь, да? Олег пишет, когда делаю отжимания на брусьях, неважно, сдох весом или нет, сразу после выполнения подхода сильно болит плечо в области переднего пучка, спустя 5-10 секунд боль проходит. Что это может быть? Это может быть и синдром нерва, который идет от мыши, это может быть и слабость, неважно, так болит, после выполнения упражнений, да? В области переднего пучка, с одной стороны. Нужно протестировать амплитуду движения плеча во всех плоскостях, не как где-то есть нарушение. Вернуть амплитуду во всех плоскостях и больше внимания уделять изолированной работе всех пучков плечевого сустава. Это как самый простой вариант, но если там есть вопрос защемления какого-либо нерва, который может идти от шеи, то тут надо смотреть уже мышцы шеи. Как мы говорили, что ты тренируешь пресс неправильно обряд коленки, а также при спазме мышц шеи могут быть перекосы, зажимы нервов и может что-то туда попадать. Поэтому амплитуда плечевого сустава во всех плоскостях проверить, поработать, как мы сегодня с вами вначале говорили, с трапецией, с разгибателями, короткими разгибателями, с подзатылочными мышцами, грудиноключевищ с цивидными мышцами поработать, тренировка, снять спазм этих основных мышц и после этого посмотреть, что изменится. Роман спрашивает, про аспирин и густоту крови. Слышал, что у большинства спортсменов есть проблема с густостью крови. Есть проблема с густой кровью у спортсменов, которые слишком много и долго химичатся. Если не употреблять стероидные препараты, проблем не будет. Если употреблять их правильно, тоже не будет. В любом случае, любое лекарство, которое вы долго употребляете, пользы не принесет. Упражнение ножниц. Качаем ли мы воздушно-поясничные мышцы, если махать ногами вязание плоскости? Мышцы пресса работают статики, они удерживают наши ноги. Надо понимать, мы для чего проходили вначале анатомию, где крепятся наши мышцы. И когда мышцы работают, она должна сокращаться. При упражнениях ножницы у нас ребра и подвздошные кости, лобковая кость между ними расстояние не меняется. Поэтому мышцы пресса включаются для удержания. Я думаю, ответил на ваш вопрос. как бы у меня это окошко увеличить, чтобы видеть больше вопросов. просперина сказал. Николай спрашивает про свои особенности тренировочного процесса. Что делать сейчас по 15 с тренингом. А делаешь правильно? Денис ответил. Правда, в пауэрлифтинге все как восстановительный процесс может быть. Надо понимать, что мы тренируем, делая 6 повторений, 3 повторений и так далее. Есть же у нас гликолистические тренировки, окислительные тренировки, гликоокислительные тренировки. И уходить в пауэрлифтинге сильно гликоокислительные тренировки, окислительные не вижу смысла. Также есть еще вопрос от Олега. После травмы бицепсиса бедра пропала эластичность ноги. Стараюсь тянуть на чувство закрепощенности с такой чувством нога, как была деревянная, так и осталась. Понимаю, чем говорить. Мы об этом говорили, это спайки образовались. Именно здесь вам поможет мне официальный релиз. То есть раскатка этого бедра с растяжением. Самое простое, если вы положили вот тот же самый вот такой ролл под ногу, опираетесь руками на пол, начинаете прокатывать, уводя таз назад. То есть одновременно у вас ролл катится по вашему бедру и за счет того, что таз уходит назад, идет растяжение мышцы. Но часто бывает, что таким аппликатором в силу испаркета не получится работать, там нужно будет точное воздействие. Поэтому надо, чтобы кто-то вам помог. Например, вы легли бы на живот и кто-то, ваш помощник, прошел бы по трем основным линиям вашего бедра, головок его по центру мышцы и по обоим краям надавил, ногу выпрямил, согнул, надавил, ногу выпрямил, согнул. Здесь очень важно, чтобы человек, который будет вам надавливать, ощущал степень воздействия. И если наткнется на триггерную точку, такой комок уплотнения, как горошинка, или чуть больше, то надо давать обратную связь, чтобы болевые ощущения были не выше уровня, чем мы с вами описывали. Вопрос про себя не услышал, 15 повторений. Да может быть такое, да, 15 повторений в межсезонье. Почему нет? Слишком долго тоже не увлекался. Переход на такой тринк на короткий срок, да, возможно, он поможет вам восстановиться, поможет восстановиться от таких опять перенапряжений, нервную систему немножко разгрузит, от постоянных таких, так сказать, максимальных и максимальных весов, в любом случае повторений меньше шести, да, это уже требует совсем другого психологического настроя. Но так как нам не нужно переобучиться, то больше там восьми недель я бы не работал в этом режиме. Что дает режим 15 повторений? У нас есть в рост мышечной массы миофибрильный, есть саркоплазматический, то есть накопление питательных веществ. 15 повторений все-таки ближе к этому, накопление питательных веществ. немножко другое, что нам нужно по лифтинге, но опять же иногда это можно, но вопрос меру не переборщить с этим, иначе мышцы ваши перестроятся, и сколько времени понадобилось на перестройку, тогда 9-12 недель, столько же времени надо будет обратно возвращаться, чтобы мышцы снова работали больше в гликотическом режиме, а так вы развиваете митохондриальный аппарат, развивается выносливость, еще одна обратная сторона, много повторки, если ее делать до отказа, с большими повторениями, много подходов, надо понимать, что это большие разрушения, можно потерять мышечную массу, если вы находитесь без фармподдержки, поэтому все хорошо в меру, я не могу сказать, что это плохо, да, это может быть, может иметь место, надо понимать, почему тренер вам это дал, вы просто у него спросите, какие цели он преследует, я же не знаю ваших особенностей, что у вас было, какие цели он ставит, почему он решил так сделать, все может иметь место быть, надо понимать для чего, так и у тренеров, почему мы сейчас работаем в таком режиме, чего мы добиваемся, какой химизм мышц происходит, тренер должен понимать, что происходит ваших мышц, дать вам это ответ, вот, а в нашей школе вы уже сможете сами на себе это ответ, дать им понять, зачем это нужно, в какие периоды, отличный вопрос от Виталия, болит напрягатель широкой фасции, разве, пожалуйста, я приболел немножко, моя прорубь не была мне большим понтом, ниже нее заболел, сразу скажу, кто видел мой нос, как я из проруби говорил, покупаюсь я на протяжении лет 6, наверное, уже каждые выходные, а съел я мясо, подхватился в кишечное, поэтому у меня сейчас температура 35 с чем-то уже основное воспаление кишечника прошло, инфекцию почти убрал, у меня сильное обезвоженный организм из-за сильного отравления, которое было, пью все необходимое, соль и минералы, но вот видите, горло пересохло, говорить тяжело, болит напрягатель в большую жену налить немножко водички, любимая жена налить просто воды, болит напрягатель широкой фасции бедра при приседе, прям как будто ломит, когда в угол садишь, что делать? Виталий, широкий напрягатель бедра это один из стабилизаторов, попробуйте его пропальпировать по всей длине и по местам крепления, как правило, если при пальпировании болит в местах крепления, то значит мышцы ослаблены. Если по всей длине, то она гипертонность. Если в этой цепи мышца ослаблена, значит какая-то мышца гипертонности, например, ну скорее всего, средняя ягодичная. Необходимо снизить в весах, делать меня составленный релиз на мышцы ног, делайте на все, но особенно на те, которые будут болеть, скорее всего, средняя ягодичная здесь будет. Естественно, самый широкий напрягатель, который уже болит, нельзя ничего делать через боль. И еще, почему эта цепь могла нарушиться, надо посмотреть на свод стопы, нет ли воплощения стопы. Его может, в принципе, еще не быть, но может быть, выключилась мышцам. Мышца заговорился. Задняя больше берцовая мышца. Такая здоровая мышца держит наши две берцовые кости, крепится к внутреннему своду стопы. Ее функция, если вот много выполним, то внутрь привести стопу, мысок. Она также держит сам свод, отвечает за нашу свод стопы, за плоскостопие, вернее, за ее, на нормальный свод стопы, чтобы не было. И если это мышца по каким-то причинам, там, от неправильной обуви, от того, что слишком долго стоить, или, может быть, там, бегом увлекается, неважно, выключилась, это приводит к нестабильности в коленном суставе, а это уже к своему очередь, она как и является тестерплятором ноги. Другие стабилляторы начали включаться. Широкий напрягатель, там, средняя ягодица, и от перенапряжения долгого, выполнения чужих функций, кто-то может войти в гипертон, кто-то может выключиться. Поэтому начинаем реабилитацию с раскатки мячиком стопы, разминки во внутренней части голени этой мышцы до нее можно неупрятненько добраться, если там есть больно по работе трагерных точек и прокатки широкого напрягателя ягодичных мышц аппликаторами. Могут ли боли в передней крестообразной связке связаны быть с недостаточным развитием бедра в предположении из плоскостной теории в тяге в классике не возникает такой проблемы? Всему тоже проблема в тяге в классике не возникает такой проблемы. Могут ли боли в передней крестообразной связке связаны развитием бицепса бедра здесь проще всего значит развитие надо его протестировать работает ли он если у вас есть кто-то хоть немного знакомый с кизинологическим тестированием работает мышцы ног тогда уже можно делать протестировать мышцы ног можно делать выводы так как если вы тренируетесь то в принципе сам по себе он вдруг недоразвиться бицепса бедра не должен ну что коллеги очень много вопросов пишите также вопросы в наши соцсети время наше подошло к концу Денис пишет пора на тренировку спасибо огромное и вам друзья спасибо огромное что были с нами